доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити это видео надо прямо сказать было не запланировано часто меня обвиняют в том что мы видео затянуты иногда повторяюсь это нормальный способ донести информацию с разных сторон с разных граней по какому-либо вопросу разжевать в одном видео то что приходится если этого не делать подписываться десятками писем по e-mail поэтому если кому-то видео покажется длинным можно его перемотать можно вообще его не смотреть но возможно кому-то она кажется полезным попробую начать сначала она была действительно не запланирована и у меня сейчас на данный момент 13 07 2020 года 2332 по времени и в браузере google chrome открыто три вкладки я долго сомневался записывать не записывать это видео на улице страшная жара пекло днем невыносимо вечером более менее неплохо я мучился буквально может неделю две три четыре может быть месяц вопросом записывать не записывать это видео но попробую сейчас вот в прохладе ночной рассказать о том что происходит и что волнует меня отчасти мы коллег по работе сотрудников лаборатории физиологического обеспечения ну и собственно видно вам не видно первая вкладка да вам видно первая вкладка называется паллиативная помощь вторая вкладка называется хоспис и третья вкладка называется психоонкология начнем или сначала или с конца у меня если вы знаете по предыдущем видео очень большой спектр объем контактов происходит все это через социальные сети как правило фейсбук реже вконтакте по электронной почте очень очень большая переписка персонально я общаюсь читаю ватсап реже вайбер и одним из моих контактов является женщина и за 50 она русская если быть точным она украина русскоговорящая живет на данный момент в италии живет достаточно длительное время мы с ней давно общаемся наверное около полугода может быть даже больше вот человек уже понятно возрасте за 50 не старое но тем не менее живет в италии и занимается тем что работает в хосписе в итальянском ухаживает за итальянцами последняя пациентка была итальянская синьора и это она описывала мне как это все происходит моменты то фейка который носит название по всему миру и в россии в том числе коронавирус как люди живут в италии как они лежат в этих хосписах как за ними ухаживают мы общались с ней об этом не скажу что много хотелось бы мне больше но тем не менее основные какие-то моменты я от нее узнал понял конечно италия средиземное море тепло отличное оборудование большой контингент персонала люди самыми разными заболеваниями оказывают как видно из этой истории не всегда итальянцы ухаживают за итальянцами а украинцы за итальянцами дешевая рабочая сила у нее есть какое-то даже не медицинское образование может быть медицинское общаемся давно но мне рассказывал как это все происходит в италии в том плане что насколько действительно правду мне было интересно узнать насколько то что говорят по телевидению российской федерации соответствует реальной действительности итальянской жизни что умирают десятки и сотни тысяч людей как только все это возникло мы внимательно изучили эти в лаборатории изучили эти вопросы с коллегами я уже говорил об этом своих предыдущих видео не признали этот коронавирус шведский ученые буквально через две недели как только впервые мира заговорил об этом явлении доказали в научных журналах это на английском и шведском языке описано что коронавирус это одна из разновидностей гриппа не более того от которого умирают умирали умирают и будут умирать десятки и сотни человек в италии нет на самом деле оказалось что в италии нет той фанатичной упертости в то как это происходит у нас в россии когда космонавты начиная с президента заканчивая медсестрами ходят абсолютно вакуумных халатах даже не халатах специальных таких космических плотно застегивающихся костюмах в масках ухаживают за нашими пациентами своему удивлению так случилось что я смог наблюдать своими глазами как это происходит в российской клинике в российской медицине параллельно общаясь на эту тему как раз с этой итальянской украины итальянской сеньоры приятное общение женщина она еще раз повторюсь не медик но тоже не что-то какое-то образование такое он человеке то ли социолог то ли психолог она там в прошлом не буду сейчас врать в общем все гораздо было там в италии проще и легче фейков на российском телевидении 90 процентов на данный момент речь идет о том что правительству кремлю нужна чистая россия выборы прошли путин обновился обнулился до тридцать шестого года дана команда на спад всего этой истории всего этого безумия доходящего до абсурда в российской федерации виталь в италии это давно закончилось значит да люди умирают и это синьора будем так и называть итальянская синьора живущий в италии украинка тоже подтвердил этот факт что люди живут спокойной обыденной банальной жизнью ходят в кафе купаются в море наслаждаются жизнь живут свой обыденный простой обыденной жизни за время ее работы в этом хосписе значит там умерло несколько человек это никак не было связано с коронавирусом это были возрастные люди и соответственно они умирали по каким-то другим причинам не связанными с коронавирусом но тем не менее значит мы продолжаем с ней общаться надо сказать вот еще что помимо всего прочего я общаюсь с двумя коллегами психологами которые так или иначе связаны с палиативной помощью буквально так получилось давно достаточно с ними общаюсь тоже буквально может быть полгода может быть чуть поменьше может чуть побольше я уже не помню значит это психологи работающие и работавшие свое время в прошлом в области палиативной помощи который как таковой на законодательном уровне у нас нет российской федерации кто не знает что такое палиативная помощь обратитесь к википедии как вот я это сделал свое время давно достаточно то есть палиативная помощь от французского слова покрывала плащ подход позволяющий улучшить качество жизни пациентов детей и взрослых столкнувшихся связаны с опасными какими-то витальными угрожающими жизни заболеваниями но в большинстве своем это связано с онко заболеваниями палиативная помощь кому будет интересно может открыть ту же википедию погружаться глубоко наверное не стоит а может быть и стоит ознакомиться с этим видом медицинской помощи не существующей в россии здесь можно почитать цели и задачи википедии этой самой палиативной помощи ее задача основная облегчить более другие симптомы заболевания утверждать жизнь и относиться к умиранию как естественному процессу не стремиться ни в коем случае не ускорить не отдалить наступление смерти относиться к этому спокойно и самое главное далее идет не менее хорошая хорошая статья надо признаться полностью мы разделяемая палиативная помощь включает психологические духовные аспекты помощи пациентам то есть не только какие-то симптомы связанные с тем или иным заболеваниям но именно психологические духовно что от чего вытекает и что с чем связано что первично что вторично трудно сказать душа или психика душа в представлении древних психика в современном обществе понимание этого всего можно все это почитать или сейчас это можете почитать на своих экранах что такое полиатив очень интересная тема надо сказать что с двумя психологами занимающимися полиативной помощью в российской федерации я познакомился примерно примерно наверно в то же время как и с итальянской сеньорой и сравнивал имел возможность сравнить то что происходит на западе в цивилизованной стране в италии это что происходит у нас российской федерации как таковой полиативная медицина полиативная медицина у нас заявлено но она имеет настолько много проблем прежде всего на законодательном организационном финансовом уровне что наверное не стоит судя по объему информации они даже в интернете российской полиативной помощи упоминать об этом чего стоит только тот факт что здесь лишь в девятнадцатом году газ дума приняла в третьем чтении закон об организации полиативной медицинской помощи в российской федерации путин поручил ускорить процесс этого всего дела принятия закона об этой помощи якобы на данный момент информации википедии значит поле восьмиста тысяч россиян нуждаются в такой помощи то есть это люди возрастные прежде всего страдающими страдающие серьезными неизлечимыми заболеваниями как-то онкология рад ряд других заболеваний связанных с витальной переоценкой жизненных ценностей человека его качество жизни все что о чем я сейчас об этом говорю носит такой но знакомительный характер и понятно в конце вот этой статьи посвященной палеотивной помощи речь заходит о хосписе то есть от некой теории который является на самом деле огромной огромной необходимостью и практикой в российской федерации достаточно сказать что на данный момент в россии живет и нуждается в этой помощи по официальным данным около миллиона россиян из них 200 250 тысяч детей по некоторым данным нуждаются в такой помощи тем не менее лишь девятнадцатом году были предприняты определенные шаги представьте себе на то есть середина девяностых вообще можно говорить что вообще заговорили о такой помощи в российской федерации в медицине российской федерации в 2019 году только разродились законом по поводу этой помощи но это пол беды статья не заканчивается полиативной помощью она имеется продолжение вполне естественно таким словом как хоспис вот вторая вкладочка которую не открыто как раз посвящена этому самому хоспису вещи уже не научно исследовательской и не обобщенной законодательной какой-то экономической и юридической как-то полиативная помощь кто не знает кто не знает многие услышат от меня возможно впервые а вещи уже более мы будем прямо горит приземленной конкретно предметный а именно хосписом российской федерации я имел такое удовольствие кавычки говоря наблюдать нечто подобное еще в конце девяностых ситуация с тех момента намного изменилась что такое хоспис в российской федерации кто-то возможно представляет лучше меня слушатели моего канала но на данный момент хоспис это психиатрическое отделение в лучшем случае это неврологическое отделение это возрастные люди находящиеся на аппаратах в лучшем случае поддержания жизни аппаратах и вл если говорить применительно тому же коронавирусу это ужасные условия в российской федерации это люди которые не имеют или имеют благодаря отдельным личностям в отдельных отделениях в отдельных госучреждениях частных каких-то возникающих редких редких организациях какой-то уход используется все это большей степени для того чтобы дать возможность родственникам близким отдохнуть от тяжелобольного человека лежащего без движена на кровати который извиняюсь за выражение ничего его извиняться не буду я это наблюдал в 90-х конце 90-х и я не увидел никаких изменений в этом вопросе 2020 году все стало только хуже достаточно сказать что если холодно то человеку кладут солдатское одеяло сверху если человеку жарко открывает настежь до промозглого холода окна в его палате это запах мочи кала человеческого фактора который тошнит и влюет от всего этого я имею ввиду медсестер и соответствующее отношение к таким больным так она есть на самом деле это постоянные крики стоны не прекращающиеся подчас часами таких отделениях психиатрических и неврологических и огромная честь и хвала тем людям которые помогают и оказывают помощь в этих учреждениях начиная от заведующих таких учреждений ничего не хочу сказать они тоже поставлены в такие условия в такую ситуацию когда единственный единственный способ но возможно да я не хочу абсолютизировать мои слова отнюдь не являются каким-то истиной в последней инстанции но тем не менее люди занимаются этим проблемами заведующие деление берут на себя такую ответственность им очень всем тяжело очень сложно в этой ситуации они сами поставлены в этой ситуации ним приходит родственника со словами будьте добры возьмите хотя бы на неделю две-три месяц дайте нам отдохнуть от этого кошмара от этого ужаса ни один фильм самый страшный западный она звонок чужой да что такое чужой она звонок это все такая ерунда эти фильм ужасов по сравнению с тем что творится днем на и ночами психиатрических отделениях российской федерации нейрологических отделениях вот этим людям надо осуществлять доплаты платить им ежедневно ежемесячно такие деньги которые сейчас некоторые получают или не получают ухаживая за больными коронавирусом так случилось так получилось одним словом этим людям надо давно уже ставить памятники заведующим этим отделением медсестрам этих отделений которые находятся в этих хосписах да иногда бывает на жертву на пожертвование каких-то меценатов еще кого-то признаюсь я участвую этой деятельности каким-то образом оказывается финансовое вспоможение некоторые хосписы выглядят более-менее небольшие маленькие с возможным более-менее качественным оборудованием они различаются в разных городах или это город с населением 15 тысяч человек 10 тысяч человек или это город со 100 тысячным населением полумиллионник миллионник москва подмосковье города областного значения финансирование везде разное дайте мне такую финансовую поддержку как в москве услышал я однажды такое от коллеги на свою несчастную поликлинику и у меня люди будут обеспечены всем я никому не дам воровать говорит мне заведующий такого отделения я вытрясу последние деньги из ночмеда заместитель по хозяйственной части купит все самое лучшее будет поддерживать в этом отделении в этих палатах самое-самое лучшее существование этих больных и этим людям без всяких коронавирусов без всяких там экстренных ситуаций надо реально уже сейчас на данный момент перед этими корпусами облезшими ставить памятники что памятники памятники ставят тем кто кого нет они есть эти заведующие психиатрических и неврологических отделений которые борются за жизнь своих пациентов всеми возможными способами но тем не менее своей практике надо сказать прямо и откровенно я видел не один может быть не такой я быстро ходящий товарищ но я видел парочку отделений где медсестры просто открывают и замораживают пациентов чтобы просто не перестали пахнуть и там месяцами неделями лежат бабушки нужно под двумя одеялами но хотя бы не очень пахнет в этих палатах это позор российской власти но чего горит вот недавно нас выбора пришли 36 до 36 года у нас то все будет продолжаться мы самая богатая страна в мире над нами все смеются немцы смеются мы самая богатая страна в мире и не можем обеспечить наших ветеранов великой отечественной войны единиц мы не можем обеспечить людей которые честно прожили проработали с нами бок о бок их люб близкие родственники вынуждены выживать также как выживают сами эти люди кричащие от боли при отсутствии от безболивающих каких-либо кричать по ночам и просить девочки помогите девочки помогите переложите меня укройте меня или раскройте меня эти бедные медсестры которые получают сущие копейки настоящие копейки получают они они бегут в эту палату и как могут ухаживают при всех возможных обстоятельствах отсутствие тепла горячей воды одного туалета на отделение из 100 коек и для больных и для медсестер отсутствие горячей воды и прочих каких-то удобств эти медсестры им надо при жизни ставить памятники и заведующие делениями люди подчас умные образованные видя все это страдают от этого безмерно я еще скажу об этом давайте я сейчас приостановлю это видео я рассказал вам вкратце о паллиативной помощи о хосписах отчасти я могу говорить об этом долго и перейду в следующем видео к близкой мне тематики психоонкологии не прощаюсь с вами буквально через секунду минуту я выпил воды чуть-чуть передохнул и продолжу это видео это будет следующее видео будет продолжением данного видео не прощаюсь